Белорусская транспортная неделя Уже здесь наблюдается ажиотаж Людей очень много И нам посчастливилось застать на стенде Skyway Основателя технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день, не лукавьте Вы не застали, вы знали, что я здесь И я на открытии выставки должен был присутствовать Я действительно не был уверен, что вы здесь будете Потому что в Берлине вас не было У вас есть более важные дела Которыми вы заняты в основном в экотехнопарке Что все-таки заставило вас почтить своим вниманием Белорусскую выставку, в отличие от немецкой Не надо таких громких слов Германия далеко И туда надо было ехать на неделю Вообще-то на выставке должны присутствовать Не руководители предприятия, а стендисты Они должны рассказывать, показывать об актмонатах И у нас сейчас серьезная работа идет Идет стройка И самый ответственный этап Это монтаж путевой структуры Для двух трасс И поэтому, естественно, я занят Ну, можно сказать, круглые сутки на этой работе Ну, а в Минске мы находимся рядом Поэтому не заехать и не видеть наше детище Мое детище, но я не мог Тем более, что сегодня будут члены правительства Я хочу тоже им рассказать о проекте Расскажите, пожалуйста Что мы представляем на выставке? Ну, две машины, причем полноценные Это промышленные образцы Они некие макеты Из фанеры, как наши недоброзватели говорят Это машины, которые полностью укомплектованы И здесь есть ходовая часть Есть рама, есть салон Есть автоматизированная система управления Есть стыковочные узлы Есть даже, вот тут кусочек покажем Путевой структуре в масштабе один к одному И можно посмотреть, какой будет путевая структура Она очень будет компактна Это городской юнибус Он 14-местный На самом деле он 25-местный Если взять нормативы общественного транспорта Российского или Белорусского Где метро, например, 8 человек на квадратный метр Поэтому если из этих норматив исходить, где 25 человек должно перевозиться А мы взяли нормативы организации обидных наций, где 3 человека на квадратный метр То есть мы будем сфиксировать нашу технологию по самым жестким мероприятиям? Да, я всегда говорил, что мы из каждого требования Ну, таких педовых стран Как, допустим, США Россия Страны Европейского Союза Белоруссия Организация обидных наций С каждой нормативы берем самый жесткий норматив Ну, допустим, по безопасности По электробезопасности По шуму По уместимости, да И из этих жестких самых нормативов Проактируем машину Поэтому она будет сертифицирована в любой стране Я охотно поверю в это Потому что в Берлине мы провели эксперимент Вместо 14 человек вошло 17 И оставалось еще достаточно много места Да, да, да Вы это подтверждаете, так? Здесь будет пол в пол Ну, здесь поэтому сделаны ступеньки На самом деле перун будет на одном уровне И поэтому здесь может и инвалид-колясочник спокойно объехать Здесь не будет перепада высоты Для него тоже присмотрим здесь место Антоний Эдуардович Часто инвесторы спрашивают, обсуждают Чтобы снять все вопросы Расскажите, в чем инновационность пола в Юнибусе? Кроме того, что там травка Какие-то бабочки, стрекозы Да, ну, во-первых, он красивый пол, так? Безусловно И в этом тоже инновационность Потому что это земля Мы ходим по земле При этом мы не разрушаем Потому что там прозрачный слой И даже бабочки Мы их не топчем, так? Ну да, после недели Берлина Смотр как новый И инновационность не в этом На самом деле Пол это сэндвич-панель Высокопрочная То есть пол является Как бы плитой Высокопрочной Которую выдержит, в принципе, слона Кстати, был случай в Германии Когда построили в Вепертале Первому на рельсу дорогу Еще построили в конце 19-го века Там было две аварийные ситуации Один раз забыли гаечный ключ на пути А второй раз решили перевезти слоненка Из зоопарка куда-то И когда его везли на речку Он проломил пол и выпал в реку И остался жив Поэтому прочность пола Она существенная для транспорта второго уровня Поэтому это пол высокопрочный А я слышал, что он даже с подогревом Да, и это вот И это второе Вернее, третье Что является национальным Значит, греть надо У нас же зима бывает И бывает холодно Поэтому здесь должен быть климат-контроль Да? И обогрев И поэтому лучше всего греть пол И поэтому здесь Да, в верхнем слое там Электрообогрев А внизу теплоизоляция Чтобы не греть улицу Вот все это в комплексе является как бы инновационным Спасибо большое Что вы расскажете о других образцах Мы точно видим здесь юнибайк Да, точно мы видим юнибайк Это прогулочная машина Где можно и фитнесом заниматься Вот мы видим, что один из наших инвесторов Крутит велогенератор Правда, он несколько вял это делает В данный момент он инвестирует свою физическую силу В наш проект Не, ну надо, если бы он был Как бы более интенсивно крутил То вот на этой бы энергии Можно было развивать скорость 60 км в час Но скорость вообще расчетная Юнибайка 150 км в час И остальную энергию дают аккумуляторы Поэтому фактически тот, кто крутит педаль Он заряжает аккумуляторы А аккумуляторы уже потом запитывают привод А привод, работа привода регулирует С автоматизированной системой управления Поэтому юнибайки едут все по трассе С расчетной скоростью Не зависит от того, крутит кто-то педаль Или не крутит Иначе не будет логистики И будет небезопасно Спасибо большое Скажите, пожалуйста Какие вообще варианты исполнения юнибайков есть? Я слышал, что бывают трехместные С различными вариантами Педальных узлов Количеством точнее Мы здесь представляем явно двухместные С одним педальным узлом Да, может два Может без них быть Может быть одноместный Может быть и четырехместный Там целая линейка Но я хотел бы обратить внимание На другой факт На экономичность, эффективность Вот если перевести электрическую энергию в топливо То юнибайк при скорости 100 км в час Будет потреблять 0,6-0,7 литра на 100 км в пути Вот что самое главное в этой машине То есть это, ну, даже мопеды Он более многозатратный То есть даже без работы ногами Даже без педалей Нет, это не важно Это количество энергии, которое нужно Для движения со скоростью 100 км в час 100 км в пути он проедет на аквиваленте 0,7 литра топлива А эта машина Это, ну, аналог автобуса, да 2,7 литра на 100 км в пути При скорости 100 км в час Это самый экономичный транспорт в мире Самый Аналог автобуса по вместимости, но не по Вместимости, но не по параметрам, безусловно Поэтому таких машин ни в мире нет Мы переживаем весь мир И если, допустим, сравнить Это что же электромобиль? Говорят, это не электромобиль А что же это? Это полноценный электромобиль Сравните с Теслой И с известным автомобилем Илона Маска Эффективность его в 10 раз примерно выше По энергозатратам на движение В 10 раз Это порядок Спасибо большое за интервью Анатолий Эдуардович Уже собираются люди Вас ждут Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями новостей На официальном сайте Межородной группы компании Skyway По адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте наш проект И тогда вы всегда будете В самой гуще инноваций Не зря же нас сюда пригласили Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем вам О разработках и внедрении Прорывных транспортных технологий В последнее время Мы в основном информировали вас О премьере технологии Skyway На выставке в Берлине И на Транс-2016 Где на суд мировой общественности Были представлены Образцы подвижного состава Skyway Действующая модель путевой структуры Но что же делается С основной С настоящей путевой структурой Ответы на этот И на многие другие вопросы Мы сегодня постараемся получить С помощью главного технолога Закрытого акционерного общества Струнной технологии Виктора Рудковского Здравствуйте Здравствуйте Вот рояль в кустах Очень кстати оказался Расскажите, что это такое И где мы с вами сегодня находимся Находимся мы на предприятии ОАО «Стройтехпрогресс» Наш основной подрядчик По всему этому действию По всей металлоконструкции Как для высокоскоростного транспорта Так и для легкой транспортной структуры Ранее мы уже были здесь Видели секции Части и секции сборной конструкции Которые мы принимали И совместно с представителями Тоже нашей организации Это уже какой-то очередной Промежуточный этап Как я понимаю Это, скажем так Промежуточный этап Основных сборочно-сварочных работ Даже, скажем так, финишный этап То есть то, что мы видим Это по сути По сути вот то, к чему мы стремились Все это время Там на офисе У нас на проспекте Дзержинска То есть проектируя эти вещи Это вот, в общем-то, результат В железе, в металле В данном этапе Происходит сейчас Доработка некоторых элементов Нюансов То есть Почему мы сюда и приехали Собственно Значит Составление контрольной карты замеров Которую делали и ранее В общем-то Здесь она более объемная Более обширная Дальше, после этого этапа Значит, вся эта металлоконструкция Идет на заливку Раскостных элементов Раскостной решетки Спецбетоном Тоже испытание, которое мы проводили Ну и после чего По нанесению финичного покрытия Защитного И отгрузка на монтажную площадку Ну вот последовательность Как бы работа такая Спасибо большое Ну, как мы понимаем Это не первая, не последняя Секция Я вижу, что здесь Еще на территории предприятия В производственных площадях Находится очень много Других элементов Для следующих секций Расскажите, пожалуйста А что это такое? Да, ну вот мы видели Секцию Секцию в сборе Вот Это один из элементов Скажем так Раскостная решетка Ветровые раскосы наши В общем-то С вставленными туда Это она внизу так, да? Вот она в данном случае внизу Но положение Значит, скажем так Рабочее положение Это металлоконструкции Перевернутая То есть, грубо говоря Получается Вот это вот Сейчас она находится Она в перевернутом положении Да, вот это вверх То есть, вот это вот Вот это вот пояса Они же рельсы Для высокоскоростного транспорта Вот это вот для городского То есть, ну Со стапеля было удобнее В общем-то поставить Достать сейчас так На данном этапе Я думаю Собственного говоря, да Ну и если мы пройдем Немножко вперед Увидим Где, в общем-то Мы собираем Все это Основной сборочно-сварочный стапель Скажем так То есть, отсюда Отсюда оно поступает Ну и, собственно Цех дроби струйки Окраски Всего остального Это сборочно-сварочный стапель Основной Здесь собирается Такая же вот секция Которую мы видели Не секция А уже объемная Объемная ферма 12,5 метров Часть Готовая часть элемента Нашей структуры В общем-то Ну Вот как-то так Все ясно Ну а здесь, как я понимаю Боковые части путевой структуры Левая, правая, соответственно А вот это Как бы Верх, грубо говоря То есть, ну В технологии сборки Собираем сразу Левую и правую части Соответственно Смотрим Какая геометрия получается Дальше Выкладывается Левая часть Часть правая И вставляется Раскостная решетка Уже в общем-то Металлоконструкцию Соответственно В структуре Общие оснастки Нашей всей Вы Можете это рассказывать? Вас уполномочили? Не слишком ли Много секретов Мы раскрыли? Ну Скажем так Секреты Они внутри конструкции Как конструкция работает В общем-то Мы говорим с вами О том Что мы проектируем И что мы получили В итоге Спасибо Большое Виктор За Ну даже Более исчерпывающие ответы Чем я предполагал Мы с вами В Экотехнопарке Как вы наверное Уже догадались И пока Мы ожидаем Прораба Подрядной организации Я хочу вам Рассказать о том Неприметном Казалось бы Здании Временном Точнее Сооружении Которое Находится За моей спиной Несмотря на то Что нам Нельзя снимать Что происходит Там внутри Я хочу Чтобы вы все Знали Там Творится История Казахстан Мы вас уже познакомили с тем, как обстоят дела с изготовлением путевой структуры для высокоскоростной линии. В силу конструктивных особенностей, там большая часть работы проводится под крышей, в производственных, промышленных условиях. А что касается легкой линии для юнибайков, то здесь большая часть работы проходит в экотехнопарке, где мы сейчас с вами и находимся. Мы побеседуем с прорабом организации, которая занимается как раз-таки сборкой и последующим монтажом, если не ошибаюсь, легкой и впоследствии грузовой транспортных систем. Добрый день! Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Демидович Кирилл, производитель работы УАО «Промтехмонтаж». Скажите, на какой фазе находится монтаж легкой путевой структуры Skyway? На данном этапе мы производим укрупнительную сборку подвесного пути, соответственно, сварочные работы и растяжка самого непосредственно подвесного пути. На данный момент у нас идет сварка, производится в этой палатке. Да, непосредственно здесь идет и подготовительный весь процесс, сварочный процесс и зачистка самого подвесного пути. А потом это каким-то образом вытягивается и все новые и новые рельсы, можно так сказать, поступают сюда и она растет вдаль. Вдаль, да, да. Я смотрю, уже достаточно много сделано, по-моему, больше половины. Больше половины почти уже выполнено. В соответствии, когда будет выполнен непосредственно весь подвесной путь, дальше будет производиться затяжка тросового пути и его моноличивание. Спасибо большое. Но, насколько я в курсе, уже и на третьей линии, то есть на грузовой, начинаются работы. То есть все три транспортные системы монтируются практически одновременно. На какой стадии грузовая находится сейчас трасса? На данный момент, на прошлой неделе поступили металлоконструкции погрузочной линии. Соответственно, на сегодняшней неделе... Грузовой линии. Грузовой линии, извиняюсь. На данный момент у нас производятся все измерительные работы, выверочные. И на следующей неделе мы приступим непосредственно к монтажу станции натяжения. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.defisystems.com. Поддерживайте наш проект, и у вас все в жизни будет путем. Строй SkyWay! Спасай планету! Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как мы вам уже сообщали с Анатолием Эдуардовичем в одном из последних репортажей из Экотехнопарка, до испытаний подвижного состава остались не недели, а дни. Так вот, сообщаем, что эти испытания уже успешно проводятся, но обо всем по порядку. И лучше всего об этом поведает, естественно, генеральный конструктор SkyWay Анатолий Эдуардович Юницкий. Добрый день, Анатолий Эдуардович! Добрый день! Вы правы, действительно, не один день уже идут испытания тестовые. Естественно, но то, что поедет колесо по рельсу, было понятно уже всем. Не могли бы вы рассказать, что именно мы здесь испытываем? Ну, не забывайте, что у нас колесо необычное, рельс необычное, поэтому многие не верят, что поедет. Но прежде чем проводить испытания на тестовых участках, мы должны испытать ходовую тележку для того, чтобы смоделировать разгон, торможение, потом позиционирование. Мы ведь позиционировать должны на станциях с мощностью до 10 миллиметров, чтобы дверь-дверь открыть. Какие ускорения? Есть ли нужное сцепление с рельсом? Не проскальзывает ли колесо при разгоне? Ну, естественно, шумы. Ну, мы всякие присутствуем, тут идет полноходом работа и сусна, да? И слышен шум небольшой от нашей дороги. Ну, потому что мы смоделировали дорогу, но эта дорога не настоящая, не струнная. Здесь обычно стальная балка выполнена в виде фермы. И я вспоминаю эти старые фермы, мне очень нравятся советские, когда там какая-нибудь целина. И вот зовут на обед, там, доярок, трактористов. В рельс постучали по рельсу и за три километра слышно, побежали на обед, да? И мы знаем, как железнодорога слышна. Она слышна на километре, за километром. А здесь шум, на самом деле, небольшой. Но в нашем, вот, модели нашей дороги нет бетона, причем бетона специального. Ну, и здесь он не нужен. И мы, который, собственно, будет гасить шумы, потому что за счет сил внутреннего трения бетон гасит весь дипозон колебаний и шумов. От ультразвука до ультразвука. И мы тоже здесь меряем шум, сколько децибел, что потом можно было сравнить с шумом на дороге, где нет пустотелых конструкций, а они заполнены будут специальным бетоном. И вот эти все испытания мы проводим уже не один день, чтобы потом тележку, она полностью здесь, она не смоделирована, это настоящая ходовая тележка. Если я правильно понимаю, это та тележка, которая стояла в юнибайке, которую достали для того, чтобы довезти перед тем, как поступит и юнибайк, и юнибус на ходовые испытания полноценные в экотехнопарке. Потому что мы сделали не макет юнибайка, а промышленный образец со всей начинкой, с ходовой частью, естественно, с рамой и так далее. Так вот, ходовая часть, несущая рама и все, что на ней размещено, там и аккумуляторы, накопители энергии, которых хватает, например, на день испытаний, на целый день. Там до 200 километров может потом на аккумуляторах юнибайк проехать. Похоже на поточный накопитель из фильма «Назад в будущее». Ну, что-то даже. Так, тут инвертор стоит, тут стоят и элементы, которые обеспечивают микроклимат в салоне. У нас же салон терморегулированный, и там комфорт создается не только нужными температурными режимами, но и чистый, свежий воздух должен быть. Поэтому там должны быть, соответственно, фильтры стоят, вентиляторы, обогреватели, кондиционирование должно быть. Это тоже все размещено на ходовой тележке. Ну, и, естественно, система автоматического управления, она тоже размещена на ходовой тележке, сама система. И силовая рама, ходовая часть с подвеской. То есть это все то, что является, собственно, сердцем любого транспортного средства и в любое каком-то числе. И мы вот это сердце испытываем вот здесь отдельно от организма. Скоро мы соединим в одно целое и вот это целое. Мы уже планируем в середине ноября поставить на ходовые испытания на Калифнаторске. Спасибо большое. Я так понимаю, что вот этими испытаниями мы ответили на происки всех недругов, критиков проекта. Чувствуете ли вы, что уже утерли всем им нос или только подходите к этому ощущению? Ну, можно все равно сказать, что это из фанеры сделано. Надо, наверное, просто подойти, подсвечать головой. А звук наложен? А, звук наложен, конечно. А это вообще фон, на самом деле. Так, ведь все, что угодно можно говорить, но мы реально делаем, реально работаем, реально даем результаты. И ведь это вот все, вот я сам удивляюсь, как вот я сумел оторганизовать за год. Там был танковый полигон, там ямы были глубиной 2 метра. Вы же помните, бурьян, как мы там деревья рубили, кусты, да, облагораживали территорию. Это было год назад все. Благородному делу Господь Бог помогает. Конечно. И сейчас, смотрите, уже две машины целиком готовы. Уже первая тестовая трасса будет готова. Потом буквально через пару месяцев будет вторая. И где-то через 3-4 месяца третья. Где уже, и мы еще другой подвижной состав готовим, кто на этого. У нас есть еще другой тип городского, я пока не буду говорить деталей. Он будет в виде небольшого поезда. И грузовые юнитраки мы тоже уже приступили к изготовлению. Рабочая документация уже есть для того, чтобы возить цепучие и штучные жидкие грузы. Анатолий Эдуардович, хотелось бы также спросить, а насколько приближены к оптимальным или к естественным условиям проведения эксперимента? Ведь поскольку ездит одна ходовая часть или тележка без самого юнибайка, там распределение веса и прочие характеристики учитываются ли? Безусловно, учтены эти характеристики. Это не просто пустая тележка, ходовая часть. Здесь смоделирована и нагрузка от корпуса юнибайка и пассажиров. Поэтому эта тележка нагружена еще нагрузкой 500 килограмм. Она подвешена, эта нагрузка. Поэтому здесь не смоделированы только габариты и, допустим, парусность или ветровые нагрузки. Но это мы уже там смоделируем в экотехнопарке. А все массовые, инерционные характеристики, они здесь соблюдены. То есть самое главное мы проводим, скажем так, в тепличных, в идеальных, в удобных для работы условиях, в цеху нашего опытного экспериментального производства. И по большому счету, если все успешно пройдет здесь, это будет практически, ну, как я понимаю, процентов на 90 гарантии, что все точно так же пройдет и в экотехнопарке. На 100% гарантии. Какие 90? Здесь смоделировано все. Ну, не смоделировано только, допустим, погодные условия. Ну, если двигатель автомобиля работает на стенде, наверное, под капотом он тоже будет работать. Поэтому у нас будет свой капот. Мы же наденем потом корпус, защиту всего, да, от дождя, от ветра, от снега. И там, внутри, в этом пространстве, там будут тепличные условия для оборудования такого же, как в цехе. Спасибо большое. Откройте самую страшную тайну Skyway. Кто будет первым пассажиром в юнибайке? Никто. А я слышал, что ваши коты. Нет, они нельзя. Дело в том, что до сертификации это запрещено. Нет, ну, я не говорю. Нарушение будет. После сертификации, да, да. Ну, после, да. Нет, после я должен быть я первым. Я должен стать под дорогой первым, чтобы показать, не упало, не обрушилось. И я должен сесть первый, чтобы быть уверен, что не погибнут люди, которые там будут действовать. Это я должен быть. Вы настоящий капитан. Спасибо вам. Я переполняем всякими чувствами, все исключительно позитивные. Прежде чем мы завершим репортаж, скажите еще то, что вы хотите, но я почему-то об этом вас еще не спросил. Ну, и что еще важно, мы стоим в нашем цехе. Испытания идут в нашем цехе. Мы находимся в цехах опытного производства «Юнибус». Опытно-экспериментального производства «Юнибус». Мы, я не имею в виду заостренные технологии и себя. Потому что совладельцами всего-то являются наши инвесторы, акционеры, которые прибыли долю в общем бизнесе, технологии. Они тоже совладельцы. И это очень важно, потому что совсем недавно у нас ничего этого не было. И мы буквально на коленке все делали. Сейчас нет у нас серьезного производства, оснащенного достойным оборудованием, которое мы сейчас это производство расширяем. Мы приобретаем очень серьезное оборудование сейчас, потому что мы намечены уже скоро перейти к мелкосерийному производству. От одиночного, так сказать, производства, от мелкой серии, а потом уже и крупной серии, потому что у нас много сейчас потенциальных заказчиков, которые уже в ближайшее время будут приезжать к нам, готовы приехать, чтобы ознакомиться с нашим производством. И оценить, способны ли мы изготовить подвижной состав и путевую структуру для реализации адресного проекта в ряде стран. Я не буду называть эти страны, их около десятка. Но вы скоро в одну из этих стран едете, насколько я знаю. Да, буквально в понедельник. Но прежде чем мы начнем осуществлять все эти адресные проекты, как я понимаю, мы должны еще пройти сертификацию. И это начнется в экотехнопарке. Не могли бы вы по срокам сориентировать, потому что все наши партнеры очень интересуются. Нет, так то, что мы видим, это тоже элементы сертификации. Это не просто мы сделали и моделируем работу, да, в том числе путевую структуру. Это часть сертификации, она идет. А завершим мы ее весной и в следующий год. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsv.fisystems.com. Поддерживайте наш проект, ибо в нем мечты сбываются. Строй SkyWay! Спасай планету! Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Сходоев Алексей, и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас сначала водный технико-экономический вебинар, затем уже будет расширенный с текущими новостями и так далее и тому подобное. То есть рассказать нам есть что, и фактически каждую неделю происходит что-то новое, естественно, на строительной площадке Экотехнопарка, естественно, по договоренностям по различным странам и так далее. О том, о чем можно говорить, дорогие друзья, мы обязательно поведаем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Ну и как обычно, дадим свой взгляд на те вещи, которые происходят внутри проекта SkyWay. Нашу оценку, наши прогнозы, немножко как бы наших мыслей, сугубо нашего мнения и, естественно, в первую очередь всех интересует, что же произойдет в конце ноября и чего ожидать от этой даты. Обязательно мы также об этом пообщаемся. Я предлагаю вам, дорогие друзья, проголосовать, так как у нас азбука SkyWay, вот этот начальный вебинар предназначен в первую очередь для людей, которые только погружаются в проект SkyWay. Поэтому давайте также максимально способствовать облегчению донесения информации и экономии вашего времени, нашего времени и приглашать действительно на данный вебинар людей, которые только погружаются в проект SkyWay, потому что здесь мы с Сергеем Анатольевичем максимально четко, кратко, буквально за 45-50 минут стараемся донести те нюансы, те аспекты, которые, на наш взгляд, кажется, в первую очередь необходимо понимать и знать о проекте SkyWay. Проект в плане народного финансирования, то есть именно по этой причине, дорогие друзья, мы с вами присутствуем в этой комнате, развивается с 2013 года и мы обязательно пообщаемся, почему эта схема была выбрана и это неспроста далеко. Более того, я могу сказать, что если бы не была выбрана тема народного финансирования, то возможно такие результаты и не были бы достигнуты и возможно даже, что моментов по строительству на Экпарке и тех действительно сверхрезультатов, я бы сказал, которые мы достигли за эти почти три года, их фактически бы и не было. И, на мой взгляд, 99% населения Земли следует узнать о проекте SkyWay, потому что так или иначе все люди будут соприкасаться с этой технологией, все люди будут пользоваться этой технологией, как сегодня пользуются смартфонами, как сегодня пользуются различными GPS-навигаторами, как сегодня пользуются микроволновыми печами, никого не удивишь, но бабушки еще удивляются, когда микроволновую печь, допустим, или какую-то бытовую технику можно запускать через Wi-Fi. Но это рынок интернет-вещей, он прочно входит в нашу жизнь, также ускоряются процессы финансовых операций, также прогрессируют технологии в сфере введения реестра, введения отчетности, бухгалтерской отчетности и другого вида отчетности, именно основываясь на технологиях криптозащиты, криптовалюты, то есть основываясь на системе блокчейн. И уже в принципе можно сказать, что история, то что в сентябре была проведена первая сделка между Барклайсбанком и двумя контрагентами, один из которых продавал несколько десятков тонн молока. И если раньше процессы занимали именно оформление подобной сделки 2-3 недели, то есть нужно было отослать, прислать, принять, подписать, занести информацию, ввести документацию. Сейчас на основе блокчейна это занимает 3-4 часа. То есть действительно стоит понимать, что бизнес меняется кардинально. Скорости увеличиваются фактически во всех сферах. Это касается финансовой сферы, это касается сферы вообще технологий, технологического прогресса. То есть сейчас даже закон Мура в принципе он нарушается, а он гласит то, что на интегральной микросхеме, то есть где находятся транзисторы, которые формируют соответственно частоту и мощность процессора, и насколько у нас мощный будет смартфон, либо компьютер. Если количество транзисторов каждые 2 года ранее увеличивалось, то сейчас растет их плотность. То есть даже закон Мура сейчас работает по-другому абсолютно. И если мы будем сравнивать то, насколько мир изменился за 10 лет, это кардинальное изменение, дорогие друзья, и стоит с этим считаться. Но стоит также понимать и помнить, что несмотря на эти увеличения скоростей, несмотря на смену технологического уклада с 4 на 5 и сейчас с 5 на 6, потихоньку мы уже подходим к этой стадии, все равно транспортная индустрия, транспортная сфера застряла в 19, ну максимум с середины 19-го, начала 20-го века. Никак не 21-й век, потому что средняя скорость перемещения подвижного состава железнодорожного, например, это дай бог 15 км в час, учитывая все остановки, учитывая все пробки. Я не говорю, кстати, про те случаи, когда, допустим, скапливается пробка и шлагбаум нельзя открыть, потому что на путях находится, допустим, автомобиль, я не говорю про такие случаи, когда, допустим, мы везем какой-то товар, либо груз из одного города в другой, если говорить про автомобильный транспорт, если говорить про дальнобойщиков и опять же пробки. И пробки они есть как в физическом воплощении, так и в мировой логистике, то есть это действительно серьезные тормоза, которые влияют на развитие вообще всей мировой экономики, дорогие друзья, потому что и дороги, и железные дороги, и авиасообщения – это артерии, артерии нашей страны, артерии других стран, и насколько будет развиваться транспортная индустрия, от этого напрямую зависит ВВП той или иной страны и раскрутка экономического потенциала. И действительно многие корпорации на сегодняшний день осознают, что лучше рассмотреть какие-то другие решения, чем строительство, допустим, высокоскоростной дороги за несколько долларов и найти решение в десятки раз дешевле, в десятки раз более эффективное, безопасное, экологичное. Проезд, чтобы там был как минимум в 3-4-5 раз меньше, а в идеале вообще стремился к нулю, потому что сегодня мы пользуемся скайпом с вами, и это бесплатная услуга. Мы платим только за дополнительные звонки, допустим, в другие страны, на мобильные телефоны, на стационарные телефоны. И транспортная индустрия, на взгляд приверженцев школы Анатолия Эдуардовича Юницкого, также должен ввиду оплаты проезда стремиться к нулевой точке. И вся окупаемость, многие спрашивают, а за счет чего будет заработок. Вы не представляете себе, и мы себе даже точно не представляем, насколько будет мощная капитализация, только если говорить о горнодобывающих проектах, то есть освоении месторождений, которые на сегодняшний день невозможно освоить. Продажа пищевого льда, чистой воды и проблема чистой воды, это сегодня достаточно серьезная проблема, об этом говорят исследования ООН, исследования различных консалтинговых компаний. И сегодня примерно 87% воды, а то и больше уже, и это количество, к сожалению, не уменьшается, оно загрязняется каждый день. Поэтому та компания, которая создаст транспорт, который, соответственно, сможет на высоких скоростях сравнимых с авиацией перевозить воду и осуществлять транзакцию контейнеров воды, либо кубов льда, соответственно, это будет, опять же, мощнейшая капитализация, сравнимые. Были такие вот примерные подсчеты, чуть меньше, чем экономика США. На сегодняшний день вся экономика мировая это примерно 75,3 триллиона долларов, если говорить по данным 2012 года. И если мы говорим про то, что, да, серьезные организации говорят о том, что мир интернет-вещей, то есть все, что связано через Wi-Fi, через интернет, это искусственный интеллект, который сейчас тренд развивается, машинное обучение, это и, естественно, виртуальная реальность и так далее и тому подобное. Только это оценивается в 5-10 триллионов долларов. А это лишь небольшая индустрия, относительно небольшая по сравнению с транспортной индустрией, с транспортной сферой. А если будет затрагивать транспортную инфраструктуру, не только сам транспорт, но и в целом осваивать территорию и комплексно давать решение, законченное действительно решение тем или иным заказчикам, тем или иным странам, президентам, министрам и создавать действительно сеть, которая является единой транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной. В социальных аспектах также будет неимоверно влиять, так как образ жизни человека зависит от скорости перемещения. И я замечаю это, допустим, перемещаясь из Челябинска в Москву, у нас в Челябинске нет метро, в Москве люди, перемещаясь в метро, даже по своему менталитету только из-за этого меняется. То есть транспортная индустрия действительно влияет на все и вся. И сегодня, когда таяльная страна начнет впервые в качестве первопроходцев развивать инновационную транспортную технологию, они станут лидерами. И Анатолий Эдуардович представил эту технологию, которая может дать лавры той стране, либо тем странам, либо тем проектам, которые примут и начнут применять эту технологию еще в конце 70-х годов. То есть, будучи на первых стадиях, совершая первые шаги в развитии технологии небесных дорог, в развитии струнной технологии, Анатолий Эдуардович начал далеко не со струнного транспорта, он начал с общепланетарного транспортного средства. Это очень серьезное сооружение, космическое сооружение, можно сказать, потому что вся конструкция будет подниматься в ближний космос на высоту примерно 330-330 километров и, соответственно, располагаться будет по всей длине эквад, то есть 40 тысяч километров. Представьте, насколько мощными соглашения и сотрудничество должны быть между странами и подготовка к этому проекту, чтобы его реализовать. Но он ни много ни мало может вывести всю промышленность, открытый космос и решить, может быть, не решить, потому что, возможно, точка невозврата и пройдена, но хотя бы затормозить влияние экологических различных проблем на нашу планету в формировании катаклизмов. Их станет меньше. И более того, есть решение, как управлять озоновым слоем именно с помощью вот этого действительно гениального, но глобального и сверхмасштабного сооружения. Анатолий Эдуардович пытался донести на конференции по неракетной индустриализации космоса в 1988 году в Гомеле, то есть это еще территория СССР была, концепцию общепланетного транспортного средства, ну и естественно время на тот момент наверняка не пришло, потому что даже единой транспортной системы не было на тот создано, даже интернет элементарно на тот момент мы не наблюдали. И постучавшись в двери к различным чиновникам, к различным научным деятелям, Анатолий Эдуардович понял, что сейчас не время этой технологии и сейчас мы не можем понимать и что-то строить, какие-то планы по развитию общепланетного транспортного средства и необходимо создать более такой простой транспорт по сравнению с общепланетным транспортным средством наземный, который решит непосредственно проблемы тех или иных городов, стран и будет экологичным, решит ту задачу и ту проблему, когда действительно больше четырех европейских стран с величиной, допустим, с Великобританию скрыты под асфальтовыми дорогами. И если даже, допустим, асфальт убрать, то уже невозможно будет заниматься сельским хозяйством и как-то использовать эту почву, потому что это мертвая почва. В 2000-х годах произошел рубеж и очень серьезный этап начался, так как Сергей Анатольевич Сибиряков, тот человек, который выступит уже по окончанию вебинара, подытоживая и показывая взгляд с высоты прожитых лет проекта Skyway более 16 лет, он донес в 2000-х годах информацию до Лебедя Александра Ивановича. То есть это серьезный губернатор, на тот момент один из претендентов во власть также. И Лебедя Александр Иванович, понимая и осознавая действительно время на тот момент очень актуальное применение разработки и внедрения концепции Skyway в масштабе всей страны, профинансировал, выделил первые транши денежных средств на строительство первого технопарка, который строился в городе Озеры Московской области. И, соответственно, эта площадка профункционировала с 2001 по 2009 год. Более того, в 2009 году была совершена презентация на тот момент президенту Дмитрия Анатольевича Медведеву. Дмитрий Анатольевич концепцию в принципе принял и говорит, что единственное как бы, если вы найдете финансирование, то пожалуйста делайте, никто вам мешать не будет. И более того, планировалось продолжить развитие Skyway именно уже в куларах кабинетов властей. И планировалось выделение в районе миллиарда рублей. На тот момент это была достаточно серьезная для старта сумма. Но неизвестные лица, и сейчас вот остается действительно догадываться, кто это был, почему заказу действительно этот акт вандализма был совершен. Разрушили буквально под ноль, спилили опоры и демонтировали технопарк по этому называемому полигон в городе Озеры Московской области. Но все, что нас не убивает, как говорится, делает нас сильнее. И Анатолий Эдуардович не желал останавливаться на этом этапе, даже после того, как партнеры, оказавшись недоброжелательными и недобросовестными партнерами Анатолия Эдуардовича Юницкого, это Виктор Узлов, при развитии проекта на территории Австралии, так скажем, нехорошо поступили и совершили более того рейдерский захват на тот момент компании по струнным технологиям. Это была крайняя такая чаша, капля в чаше терпения Анатолия Эдуардовича Юницкого. И Анатолий Эдуардович на тот момент понял и осознал, что подобной схемой привлечения крупных инвестиций в начале проект не может развиваться и нужно начать с чего-то другого. И таким образом была введена строй, придумана, рассчитана в виде первичных дискаунтов. Это ваша венчурная премия за риск, это наша венчурная премия за риск, потому что все люди, которые сейчас являются спикерами, членами совета правления, активными лидерами, региональными лидерами и так далее и тому подобное, инициаторами адресных проектов, они на тот момент как раз-таки начали инвестировать и по достаточно выгодным условиям. Но, естественно, на тот момент был максимум рисков по сравнению с сегодняшним днем. И, дорогие друзья, я могу сказать, что эта стратегия была выбрана абсолютно правильно, потому что сегодня, 29 ноября, мы покажем технологию движения и городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт, высокоскоростной транспорт на фактически все уже виды транспорта, готова техническая документация, в масштабе один к одному готовы юнибайки, готов юнибус, городской пассажирский транспорт. И все это было представлено на выставке на транс в городе Берлин, 20-23 сентября, соответственно, происходило это событие. И это, дорогие друзья, также является нашей историей. Если взглянуть в прошлое, то я бы рекомендовал запомнить несколько дат, это июнь 2015-го, когда началось строительство экотехнопарка. И в сентябре, в начале сентября, соответственно, только начали рыться первый котлован под первую анкерную опору, которая является одновременно и станцией, и анкерной опорой, принимающей на себя в сотни тонн нагрузки от путевой структуры, проходящего по ней подвижного состава. И, соответственно, потом действительно все начало развиваться абсолютно по установленным планам. И сейчас мы также движемся по установленным планам. 25-го сентября была продемонстрирована модель 1 к 10. О ее применимости и даже, что эта модель может сформировать серьезный бизнес, мы обязательно расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. И, соответственно, это произошло уже более года назад. В сентябре, как я и говорил, уже была продемонстрирована модель к одному. Зимой были установлены промежуточные опоры городской пассажирской совмещенной с высокоскоростной трассой. Действительно, испытания природой и погодой были. И это также абсолютно не останавливает, никак не влияет на ход строительства либо вообще эксплуатацию технологий в будущем, потому что запас температуры взят максимальный. То есть, это примерно от минус 50 до плюс 50 градусов. Это действительно серьезные показатели. И вообще все нормативные показатели, дорогие друзья, для того, чтобы сертифицировать без каких-либо препонов, проблем и быстро, эффективно в тех странах, где это понадобится, лимиты и запасы по стандартам взяты действительно очень серьезные. И не будет никаких вопросов на самом деле, что у нас будут какие-то замедления сертификациями. Я абсолютно, допустим, вижу тот процесс, что как только нас будет приближаться уже к процессу сертификации в той или иной стране, этот процесс планомерно будет развиваться опять же по этапам, как сегодня мы показываем результаты на экотехнопарке и показали результаты, соответственно, уже и непосредственно в Берлине. Потому что в Берлине, дорогие друзья, те, кто был, я думаю, помнят, многие не ожидали увидеть мирового масштаба машины, так как я могу сказать, что очень серьезный эффект это показало и это было видно невооруженность даже на таких матерых инфраструктурщиков, как вице-президент компании Siemens и так далее и тому подобное. И в мае было начато запараллельное строительство легкой прогулочной трассы. По ней будут ездить одновременно и Unibike и Unibus. И далее, соответственно, уже в июле начато запараллельное строительство грузовой трассы. Это имеется в виду и сама путевая структура, подготовка к строительству, что касается грузовой и что касается городской пассажирской совмещенной с легкой прогулочной, это уже, можно сказать, серьезный эффект. И если сравнивать, допустим, зимнее время 2016 года и то, что сейчас происходит на экотехнопарке, это действительно, дорогие друзья, это небо и земля. И это достигнуто только благодаря выбранной схеме народного финансирования, потому что сейчас, на сегодняшний день, по-прежнему, самой крупной инвестицией является, соответственно, 330 тысяч долларов от одного человека. Это один из представителей властей, бывших Российской Федерации. То есть честь и хвала за то, что подобную сумму инвестировал этот человек. И еще на ранних этапах, то есть это примерно третий этап. Это были коллеги, знакомые, кто наблюдал с Сергеем Анатольевичем вместе за развитием проекта. Инвестировали по несколько сотен тысяч долларов. И сейчас близится на самом деле инвестиции уже на миллионы долларов. С 29 ноября этот процесс принятия на территорию как научно-производственного конструкторского предприятия, так и самой строительной площадки, где можно будет увидеть действительно в действии технологию. Уже начнется планомерный процесс и фактически несколько раз в неделю будут приезжать те или иные делегации, но которые, естественно, настроены на инвестиции от миллиона долларов. Либо это, если активисты и лидеры, к примеру, развивающиеся по схеме народного финансирования, это, соответственно, от 100 тысяч долларов, но должна быть, соответственно, группа. Потому что время действительно очень ценно. Генерального директора нашего генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого и Виктора Бабурин, зам директора и Кирилл Бадулин, руководитель службы адресных проектов, полностью загружены. Все проводят переговоры. Это же касается и активистов, лидеров, кто развивает схему краудинвестинга. Независимо от того, какая скайпитал, либо это головная компания, либо какие-то еще схемы. Все равно мы все движемся, дорогие друзья, к одной общей цели. Чтобы это все, как вы видите, воплощается действительно в жизнь. И чтобы это не просто воплотилось в жизнь, а чтобы подготовить рынок, сети адресных проектов, которые будут капитализироваться и переносить достаточно существенную прибыль для того, чтобы действительно можно было сказать, что на сегодняшний день инвестиции людей, которые инвестируют в проект, позволяют говорить о том, что мы действительно через не, допустим, год, не два, но приблизимся к номинальной стоимости на тот момент акции. Сейчас, да, мы признаем это обязательство, это не акции. И есть инвестиционный меморандум, все документы можно посмотреть, можно запросить выписку, но сейчас компания не получает прибыль. И не долго тот час, дорогие друзья, я думаю, что в 2017 году мы увидим уже первые плоды, которые будут такими первыми росточками для получения прибыли и сверхприбыли в проекте. И если кто-то сомневается, то вспомните такие индустрии, как современные персональные компьютеры, как современная авиация, как современные даже электромобили, то есть Илон Маск с Tesla Motors сорвал куш, так скажем, как современный интернет-бум, интернет-бизнес, я не имею в виду интернет-проекты, я имею в виду интернет-компании, которые были на взлете, но угасли, так как, естественно, идет смена технологических укладов. И, естественно, дорогие друзья, ничто не вечно под луной в плане технологического прогресса. Нужно всегда быть на острие развития, на острие технологического прогресса, на острие совершенствования технологии. И, дорогие друзья, я могу сказать, что Skyway – это как раз-таки та компания, которая действительно имеет все шансы занять более 50% рынка транспортной индустрии и также заниматься уже серьезными инфраструктурными, девелоперскими проектами, то есть строительство городов нового типа, линейные города, это строительство взлетно-посадочных полос, строительство струнных интеллектуальных ограждений. Это, как я уже сказал, комплексное освоение территории, то есть в путевую структуру зашито оптоволокно, и оптоволокно позволяет нам оценивать состояние путевой структуры. Имеются силовые кабели, это возможность, соответственно, зарядить наш телефон в подвижном составе, не боясь от того, что будет не тот какой-то скачок напряжения, либо не то напряжение. Это полностью без отрыва от повседневной жизни перемещаться внутри подвижного состава, наслаждаться комфортом перемещения, не задумываясь о том, что мы перемещаемся сейчас, допустим, в Юнибусе. Чего не скажешь о современных автобусах. Хочется быстрее доехать до пункта назначения, выйти. Чего не скажешь даже о современных личных автомобилях. Хочется избежать пробок, но в современных мегаполисах этого невозможно фактически сделать, дорогие друзья. И мы декларируем, что действительно даже Юнибайки, даже Юнибусы, не говоря уже о высокоскоростном транспорте, они решат проблему пробок полностью и избавят и Европу, и Российскую Федерацию, если Российская Федерация выберет путь применения и развития по концепции Skyway в транспортной инфраструктуре, полностью избавят эти страны от проблемы пробок. Мы не раз не говорили, что грузовое направление, соответственно, избавит от тех транспортных средств, которые в первую очередь оказывают очень серьезное воздействие на дорожное полотно, его приходится намного чаще ремонтировать, это относится в первую очередь к России. И, соответственно, фур действительно станет как минимум меньше, либо их не станет вообще. Я могу сказать, что находясь большое количество времени в других странах, я вижу везде одну и ту же проблему. И все испытывают действительно недостаток того транспортного инфраструктурного решения, которое позволило бы эти проблемы решить. Но, дорогие друзья, это все не имеет значения и не имело бы значения, если бы те результаты, которые вы видите на слайде, то есть вот на данном слайде уже установлена путевая структура легкой прогулочной трассы, совмещенной с городской пассажирской трассой, по ней поедут Юнибус, Юнибайк, начнутся испытания, и мы достигнем скорости в 150 км в час, которую декларируем. И самое главное, что это универсальная трасса, о чем были многочисленные расспросы и вопросы непосредственно у представителей, которые делегации подходили на стенд и на транс, на стенд белорусских выставок. Будут также подходить и спрашивать, наверняка будут подобные же вопросы на выставке, организованной именно уже в России, это транспорт России, который пройдет с 30 по 2 декабря. И, соответственно, если кто-то думает, что компания сосредоточилась только на легкой прогулочной трассе, вы глубоко заблуждаетесь и посмотрите, это действительно слайды, это действительно фотографии, которые неимоверно радуют тех людей, которые присоединились к проекту. Либо недавно осознали его суть и поняли потенциал технологии. И это действительно, что было и что стало в 2015 году. Мы только показывали визуализации, что это будет. И после получения новых фотографий в высоком качестве мы обязательно сделаем инструмент, как мы делали листовки. Было и стало в технологии Skyway. Раньше была, соответственно, только визуализация. Сейчас уже реализуется технология и в бетоне, и в железе. И действительно устанавливаются уже фермы. Это подготовка к тому процессу, дорогие друзья, который действительно мы все ждем. И мы знаем эти планы. Но в первую очередь я хотел бы оповестить новичков. То, что через 4-5 месяцев от испытаний легкой прогулочной трассы. Но напоминаем, что это не просто какие-то игрушки, аттракцион, легкий прогулочный транспорт. Это универсальная трасса, которая позволит перемещаться как к городскому пассажирскому транспорту, так и легкому транспорту. Городской пассажирский транспорт может достигать 50 пассажиров в час. Пассажиропоток 50 пассажиров в час. И об этом сказал генеральный, один из главных конструкторов бюро подвижных составов. И, соответственно, это действительно показатель, который позволяет нам говорить о том, что струнный транспорт, даже городской пассажирский, даже на одной ветке, это более эффективно, чем, к примеру, московское метро. Дорогие друзья, мы действительно находимся на пороге, на пороге перехода в новый технологический уклад. Я все меньше и меньше буду останавливаться на самом деле уже и на технических характеристиках. Единственное, что я хотел бы сказать, что в первую очередь, что нужно помнить при первых рассказах о технологии Skyway, это аэродинамика. Это действительно очень серьезная аэродинамика. И, к примеру, Unibus коэффициент аэродинамического сопротивления 0.11. У Bugatti Veron 0.43. У Mercedes GLC купе 0.21. У Unibus городского пассажирского транспорта 0.11. То есть, это в разы больше, чем, действительно, спорткары. И если говорить про аэродинамику, которая будет у высокоскоростного подвижного состава, дорогие друзья, это будет 0.04. И еще более эффективно все зависит, естественно, от испытаний. И это действительно не революция. Это эволюция в транспортной индустрии. Есть ряд ноу-хау, которые нам позволяют говорить о том, что действительно будет экономиться масса материалов, топлива при строительстве, при дальнейшей эксплуатации. Эксплуатация, ремонтная составляющая будет, либо не будет ее вообще, либо она будет максимально минимизирована по сравнению с современными троллейбусными, автобусными, депо, парками, трамвайными. И, естественно, мы также сталкиваемся и видим различные происшествия, что то поезд сошел с рельс, то, допустим, налить на путевой структуре высокоскоростного транспортного средства не позволяет ему достичь пункта назначения вовремя. И пассажиры вынуждены 3-4 часа стоять не в пробке, а просто дожидаясь, когда же он поедет. И, соответственно, шумовой эффект от нашего рельса. Вот вы видите струнную путевую структуру, разрез, сечение. Это балка, которая является одновременно рельсом. Внутри вы видите стальные канаты, которые преднапряжены. Они, соответственно, закрепляются. Идет моноличивание спецбетоном, который был разработан на базе также научно-производственного конструкторского предприятия. И далее ставится головка рельса. Если говорить про шумовой эффект, дорогие друзья, это будет еще меньше, чем у нас, допустим, какая-то вечеринка идет, к примеру, дома, когда мы смотрим громко телевизор. И это действительно поражает воображение. Но самое главное, дорогие друзья, это не воображение, это абсолютная реальность. Но для того, чтобы усилить мою аргументацию, которая, я надеюсь, и так была неплохая, я предлагаю послушать следующего спикера. Это Сергей Анатольевич Сибиряков, ведущий макроэкономист, прогнозист. Действительно тот человек, который отдает душу и сердце проекту более 16 лет проекту Skyway и не останавливается ни перед чем. Ни на просьбы, что не хотели бы возглавить министерство, одно из министерств Российской Федерации, ни какие-либо другие привлекательные условия. Потому что что-то подсказывает Сергею Анатольевичу, и он оказывает прав, что серьезнее и более перспективного, и более приносящего блага всем людям проекта на сегодняшний день нет, кроме проекта Skyway. Сергей Анатольевич, вам слово.